Общественники тем временем дали высокую оценку организации мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею КОМИ. Разработка масштабной программы, режиссура, исполнение на всех площадках, концертах, выставках, все прошло на отлично. Поразило и количество участников и посетителей, в том числе тех, кто прибыл из разных регионов России. Ольга Коняева продолжит. Праздничные мероприятия стартовали еще 19 августа, когда открылась КОМИ ВДНХ. И уже тут многие испытали гордость за республику, увидев достижения участников экспофорума. Их оценили больше 50 тысяч посетителей. И все сошлись во мнении, выставка должна стать ежегодной. Вообще организация очень понравилась. Очень правильно выбрана площадка, просторное здание, много посетителей. Люди не спешат уходить отсюда. Еще больше зрителей, 180 тысяч человек, собрал авиасалон. В регионе он прошел впервые. Впервые на такой площадке вышли на связь и с Международной космической станцией. Космонавты поздравили жителей КОМИ с юбилеем республики. В этом году много нового. Больше всего нравится, конечно, авиасалон. И выступление пилотажной группы «Русь». Это самое, наверное, что такое запоминающееся. Нас очень впечатлили черные самолеты. Своей, красивым. Когда они делали типа фонтанов, у них вот эти фонтаны были просто великолепные и замечательные. Мы очень впечатлили. Мы приехали в республику именно на празднование нашей республики. Очень красиво. Классно просто. Еще одна новинка – джигитовка в исполнении конно-спортивного клуба из Чувашской республики. Гостей из разных регионов в эти дни в КОМИ было, пожалуй, впервые так много. Это первые лица деятелей культуры, участники торговой ярмарки и, конечно, спортсмены. Фестиваль неолимпийских и национальных видов спорта органично влился в праздничные торжества. Одно открытие чего стоит. Команду Владимирской области! Команду Кемеровской области! Команду Костяковской области! Команду республики КОМИ! Спортивная программа фестиваля – это 19 национальных и неолимпийских видов спорта. Спортсмены из 46 субъектов страны. Уровень подготовки их тоже впечатлил. Молодцы! Сыктывкар, что организовал такое мероприятие хорошее, полезное для наших неолимпийских видов спорта. Какая-то популяризация наших русских, российских видов спорта. Культурная программа праздничных дней заслуживает особого внимания. В ней участвовали артисты всех театров и домов культуры КОМИ. Шондыбан – концерт казачьей песни и, конечно, масштабная программа «Сияние севера», в массовых сценах которой было задействовано рекордное количество человек – 1200. Очень была горда тем, что был потрясающий концерт, который предвосхищал выступление хора турецкого на площадке, на стадионе. Потому что очень сложная площадка, вы сами понимаете, что там и со звуком, и дождь пошел в какой-то определенный момент. Но это было действительно очень интересно. И я бы сказала, что наши артисты меня даже чем-то больше порадовали, чем, допустим, хор турецкого. Восхищает масштабность проведенных мероприятий. Хочу отметить, что все мероприятия праздничной программы, посвященной 95-летию республики, они были поставлены, выстроены на самом высоком профессиональном уровне. Чувствуется, что большой вклад и организаторами, и участниками, и артистами был внесен с душой, с большой искренностью, с большой патриотичностью. Артисты все как один утверждают – счастливы быть лицом республики на таком празднике. Поразило и небывало единение. Выложились выступающие, зрители горячо поддержали. Очень здорово! Ежедневные тренировки мы в 8 часов! И наши хореографы очень старались. Мы тут сидели весь день практически и приезжали домой чуть ли не в 10 вечера. Ну, как мы уставали, но у нас все получилось. Это очень круто, обучающие такой позитивные эмоции, демонстрации такой большой-большой театральной постановки. Мы испытываем гордость, огромную гордость за то, что мы именно здесь, именно сейчас. Представители муниципалитетов Коми показали на празднике свою самобытную культуру. Рассказали гостям о жизненном укладе и знакомились с традиционными ремеслами. Они боролись за титул лучшего подворья. Я видела, как готовились муниципалитеты к этому празднику, какое было великое желание. Показать все самое достойное, все самое лучшее, что имеется на территории каждого района и города. С какой любовью люди подходили к тому, чтобы представить свой район. Было такое ощущение, что люди ждали этого праздника. Сосчитать всех, кто причастен к юбилейным торжествам, пожалуй, не возьмется никто. Да и самих событий в эти дни было столько, что хотелось разорваться и побывать везде, говорят жители Коми. Очень нравится. Очень. То, что не то, что один день празднуют, да, а то, что это там несколько дней. Я считаю, что праздник прошел на высшем уровне. Салют был отменный, концерт был очень хороший. Восторг, лучшее я не видела. Делали рябиновые бусы ребенку. То есть для детей было очень интересно, особенно воскресенье. В нашем городе эти праздники нужны обязательно для того, чтобы мы почувствовали свое единение. Буйство красок, накал эмоций, единение, неожиданные сюрпризы и гости. А республики в эти дни узнали много нового даже сами жители. Все от мала до велика зарядились позитивом и хорошим настроем на будущее. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрген.